Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Меня попросили вход на наш видеоканал открытым оком. И там специальный ролик попросил администрации. Приехал человек и говорит, надо создать маленький ролик, чтобы главное содержание было всего здесь. Ну, начитали. Но время идет, меняется. И вот новый человек, один, потом второй уже говорит, третий, что вам надо заменить то. А поставьте вот гимн сайту вашему. Ну, как поставить, я не знаю. Ну, сказанное, я уже принял сведения, не пропуская мимо. Я вчера попросил брата Никиту, со мной живет. Ну, как это сделать? Он говорит, должна быть какая-то картинка. Картинка какая? Ну, думали, думали я брать. А потом думаю, да вот, ты сейчас сделай. Когда мы открываем вот это вот, то у меня еще есть один ресурс, который я его тоже... Контроля-то нет, он постоянно один и тот же стоит. Это во свете Библии сайт. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Скажутся, такие простые слова. Во свете Библии. А какие эпиграфы? Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Псалом 118, 113. И второе. Слово твое. Светильник ноге моей, свет стезе моей. Псалом 118, 105. И в кавычки взято. Тут, ну, понятно как. И иконы какие? Здесь Христос. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Обычно пишется. И Божья Матерь с младенцем. Иконы православные, красивые. Долго думали, как обменяли. И, наконец, вот составил наш сайт. Очень профессионально сделанный. Я называю эти Жиловесные. На нем только, примерно, 50 книг. Моим голосом насчитано аудио. Это 12 томов Златоуста. Их сейчас еще нигде нету в интернете. Не нашел я. 12 томов Жития Святых. 12 томов Доброта Люби. Притом это все компактно. Как вот от корки до корки насчитывается. Ну и разные там. Серафим Саровский, Игнатий Брянщининов, Леофан Затворник, Ипрем Сирин. Ну много. Много очень здесь. Ну и вопросов и ответов. И все это во свете Библии рассматривать. Чтобы во свете Библии по четырем параметрам рассматривать. Мне вопрос задают. А вопросов-то 4124. Притом меня везде толкали. Это они вопросы задавали. Вот в университете, школах. Сказали ушло. Я ответил ушло. И потом один человек говорит. А почему бы вам не сохранить и не расширить эти вопросы дома? Книгу составить? Какую книгу? То есть я вообще ничего не понимаю. А кто верстать будет? Что верстать? Книгу. Верстать, я знаю, верста, где доски строгают. Никакого понятия нет. Поэтому мне тут ни славы, ничего нет. Я благодарение Богу. А кто это говорит? Ну главный редактор газеты университетской. Сказал мне Клименко. Владимир Федорович. Алтайский государственный университет. Я не скрываю. Потому что он там главный редактор. И редактор в Метрополище и газеты здесь. В Алтайском крае. Называется Алтайская миссия, кажется, да? Примерно так. Хороший такой журнал. Я уж не беру, чтобы показать. И он там. И он это первые мои материалы. 14 материалов. Вкладками издавал. Тогда нельзя было при советской власти. А мне надо. У них 999 тираж. Если 1000, то больше или меньше. 999. И он мне помогал набирать. Я не удивлялся, как это на машинке так. А тут можно букву убирать и не стирать их. Вот. И вкладыш. А вкладыш он может делать или не делать. Мы узнали. С него не спрашивали. Я плащу и... У него 99,9 тысячи нету. А я заказываю 25 тысяч. А плащу и все сам. Я пещи делал. У меня деньги были. И вот такие люди меня подталкивали. Потом на занятия пришли старообрядцы. И говорят. А почему бы вот эти материалы тоже в отдельную книгу не взять? Вот Кристину православят. А старообрядцы побудили. Но они сказали только... Я говорю, а что? Ну мы могли бы издать. Они издавали уже. Но только то, что после Никона, этих нам еретиков не надо. А кто еретики там? Ну, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брещенинов. Все, что после Никона, это они отметают. Не потому, что плохо сказали, а потому, что они не с ними. И двуперсия заменили на торуперсия. Имя Иисус написали с двумя и. Ну, претензий других-то нету. Ну, не могут же они претензии заявлять к Пиапану-Затворнику, когда тот знает разные языки, а эти ни одного не знают. Но главное-то в том, что они меня подтолкнули. Дальше я сам буду верстать и издавать. И никто не думал, как я раскочегарю это. 41 книга, 38 в бумажной версии. Каждая книга 752 страницы. Понимаете, то, что я уже верстал сам. Верстка моя была в всех этих книгах с восьмого тома. А до этого всего научил. Меня тут был Иеромонах напановил Судников. Я ему низкий поклон всегда. Хотя он сделал большие ошибки в жизни. Иеромонах снял себя сан и женился, там ребенок, говорит. То есть, его никто никогда вещать не будет. Все это попутно. Никита пошел. Пошел, да, с Богом. Никита, слушай, ну ладно, пошел. Я сейчас маленько отвлекусь от показать, как он идет. Ну-ка, сейчас покажи. Давай-ка. Ну, смотри, он где идет. Где он идет? Вот он идет. Вот Никита пошел на работу. Вот смотрите, он идет на работу. Пурга идет. Теперь я вот, он подходит сюда. Вот он сейчас подходит к калитке. Это калитка наша. Вот он. Шапочку не снял или снял. Вот. Три поклона. Это мы наблюдаем за ним здесь. Так, шапочку надел, в шапочке пошел. Так, подходит к калитке, открывает, выходит и пошел. Вот. Теперь он пошел. И куда он идет дальше? Это вот здесь вот, наверное? Да. Вот он выходит. Это темно еще на улице? Темно. Это в темноте мы его рассматриваем. В темноте. Там какая-то машина идет навстречу по улице, это Ползунова. А там напротив ветеринарный какой-то, чуть ли не институт. Все, он пошел. Вот мы опять вышли. Вдвоем-то хорошо. Никита пошел на работу, обычно помолимся, без молитвы не выходит. К калитке подходит три поклона. Понимаете? А где так делается? Ну, если делается где-то, именно так вот. Ну, скажут, плохо или хорошо, что мы делаем так. Так. У меня наушники в уши я не слышу, они мимо ушей. Я только ради микрофона держу. А на меня уши-то вон где совсем. Еще нет. А вот это три секунды. Вот раз, два, три. Его уже опять здесь. Во свете Библии гибн. И сказали вот этот поставить его на входной, который маленький там ролик такой. Ну, хорошо. Договорились. Никита начинает снимать, и у него не хватило маленько что-то знания. Она вот такая получилась у него. Во свете Библии. Ну, вот это можно даже масштаб если увеличить, то побольше было бы. Но не все вошло. И он ее забарковал, я не знаю, что. Может, когда-то мы это переделаем, но факт тот. Он говорит, нужны фотографии. Вот когда будет петь, ну, а под роликом, как слова-то делать, чтобы пел и слова, когда тут мы можем, а тут на ролике-то никак. Фотографии одновременно идут. Сколько, он говорит, ну, фотографий 3-4. А начал делать, оказывается, можно больше. И сколько я больше взял, навыбирал. Ну, у нас 20 тысяч, 555 фотографий. Выбирать-то и есть чего было. Сколько, 36? Правильно, нет? 35. 35. 35 фотографий я выбрал, и он их вставляет. Вот как оно выглядит. Дальше-то. Вот. Вот он, ролик этот. Вход в канал. Вот, показываем сейчас. Вот оно. Вот видите как. То есть он поет этот гимн Владимира Мощарина-Масасарна. Человек, который поет, это настоящий, видно, профессионал. Даже, говорит, не говорить, в каком городе он почему-то не хотел. А вот смотрят люди-то и не знают фотографии-то что означают. У нас еще третий вопрос. Слова эти я в комментариях сделал. Сейчас ролик отдельно составим, и потом комментарий-то можно будет написать. Тем более, сейчас у меня есть эта программа, когда говоришь, и оно превращает в писанину. И вот теперь я открываю не это, а какие фотографии там будут. Но они у меня вот здесь сначала. Вот это стоят в храме. В нашем Потеряевском храме молятся. Женщины с левой стороны, если прямой сделать от алтаря к дверям на выход, то они слева, мужчины справа. Посмотрите, как одеты, какая форма. Добейтесь, чтобы у вас было. Ну, это у вас мало, поэтому... Ну, мало, это мало. Но к нам приезжает иногда больше, чем у нас в храме людей, и все сразу переодеваются. Сразу мы их по форме оденем. Приехал наш митрополит, местный патриарший митрополит Сергий Иванников. И с ним много этих хористов, бывают там семинаристы. Сразу рядом Маша Варабаш, она их там возраст тот же самый, почти, она их переодела, все в платочках стоят, как... И мы это увидим. То есть много или мало у нас в один день это все управляется. Почему? Это опыт, работа. И дальше. Это стоят в храме, молятся. А это вот детские... Я не знаю, ну, показать так. Покрупнее просто показывай. Это, когда идет у нас богослужение, в трапезной, с ними занимается сидеть Надя Дмуха, а там Надежда Васильевна дальше. А это на стене обои, такие везде у нас места из священного писания. Ну, дети так вот сидят полукругом. Вот следующее. Батюшка выходит, с Евангелем. Позаказано такое Евангелие на русском языке, с застежками. А на аналое посреди храма стоит, лежит Библия, точно так же в переплете таком, ну, какой металлический, спецзаказ. И Библия на русском языке большая. То есть все это можно сделать. Библия. Дальше. Когда эти картинки, фотографии будут встречаться в этом гимне. И мне уже не надо будет пояснять. Дальше. Здесь из храма выходит. Вот видно здесь приехавший из Краснодара Марьясов Александр Сергеевич. Там батюшка выходит. Это у нас храм-вход. Когда-то был это клуб деревенский. А заходили вот с той стороны. А теперь сделали отсюда. И, ну, там дальше мы не раз показывали. Дальше. Это крещение прошло. Их приветствует. Это Катя Тинникова приехала. Хакаска, кажется, из Абакана, если не ошибаюсь. Вот. А там другого обнимают. А ее целует Людмила Степановна. Людмила Степановна Алфимова целует. И там тоже кто-то кого-то целует. Обнимает. Там видно, как одеты люди. Ну, где крещение такое вот проходит? Ну, покажите. У православных. Не просто залез в воду, кунул там или ладошкой мокрой по голове. А как торжественно. Как это памятно. Подарки какие. Цветы. Дети рвут цветы. Заходят. Дальше. Ну, а это... Так, назад. Это... Я сижу в нашей трапезной. На столе лежат эти книги. 38 книг. И вот они выстроены. Это метр сорок высота их. Это изображение Христос на Голгофе Гестава Доре. А я взял часы. Без пяти минут показываю, какое время последнее живем. Это книги. Первая, как стихи издавалась. Вторая издается... Там, это... Симфония на житие. Такая симфония, она не каноническая. Потом вот зелененькая симфония на житие святых. И дальше к истинному православию. Эти маленько поменьше размером. Там 400 с лишним страниц. Дальше идут открытым оком. Открытым оком идут первый, второй, третий, четвертый, пятый. Но везде на корочке разные картины Гестава Доре в мягком переплете до 12-го тома. Вот это вот 11-й, желтый, простора брящества, 12-й, воспоминания репрессированных, 752 страницы. Дальше начались уже в твердом переплете и цветные фотографии. В каждой книге 64 страницы цветных фотографий. И вот они дальше идут. И вот видно, вот последний 29-й, вот коричневый 30-й. И выше всего нам езденный трехтомник. Видите как? Это 31 килограмм, метр сорок. Для библиотек это важно. Для посылки мы посылаем, тоже важно. Данные такие. Ну вот, я все говорю так, что это уникально или нет? Это Бог делает. Мне здесь ничего нельзя приписать. Ничего. И кто-нибудь так отвечал, писал, нет, почему? Бог, когда ты в свободе, где Дух Господень, там свобода. Вот 26-й том. Вот он здесь, вот он твердый такой. Вот я его. Я отвечаю студентам в университете на любой вопрос. Вот 4 параметра всегда включаю. На основании Святой Библии с неканоническими книгами. На основании толкования святых отцов. Это 300 томов книг. На основании книги правил, это 719 правил. И на основании житий святых. 1173 жития. По Дмитрию Ростовскому. Вот. В каждом вопросе я беру 4. Но здесь, когда отвечаю так, одновременно говорю, я буду отвечать, что сказали по этой теме, по этому вопросу. 300 поэтов России за 300 лет. Ну, маленько так, прикиньте, кто это, Смирнов будет отвечать? Священники, которые здесь выступают, они никогда не будут это до ныне. Да и знать-то это невозможно. Это Бог дает. А я отвечаю это на вскидку. И на каждый вопрос 6 поэтов из разных эпох. Именно конкретное стихотворение по тематике, по вопросу. И везде эпиграфы из Библии. Новый вопрос 6 поэтов из разных эпох за 300 лет. Там от Сумарокова до последних. До последних, самых последних. И Роберт Рожестинский, и Владимир Высоцкий. Вот. Отвечаю. То есть здесь я пользовался 20 тысяч стихотворений. Передо мной были. Конечно, все их мне было не собрать. Благодарю Евгению Евтушенко. Низкий поклон ему. Только благодаря его помощи знать, что вот это есть там. Ах, Мадулина там ее была. Он хорошо их знал всех. Это жены его были. К слову сказать. Там Мандельштам, кто что сказал. И здесь же у меня 3467 моих стихотворений. И вот что это означает? Вот я теперь поясняю. А вот это лежат книги. К нам приезжал тут Коломищенко с Украины. Олег с Татьяной. И он такой мастер был. И он сразу делать начал столы, на котором я сижу. Он уехал, а дело его осталось. Теперь у меня книги на стол кладутся. Одна, вторая, третья. Я говорю, вот это я издаю последний том, тридцатый. Больше не издаю. И Новый Завет. И ровно в два ряда. С одного конца до другого. Не пустого места никакого. Даже это и то странно как. Я не готовил. Столы он готовил. Не знал. Мы ему показали размер. Но именно вот так. В лагере нам нужно было воду. Мы держали там деревянный. Досок сделанный. И специально прорезиновые заказы на заводе было. Там еще что бывает. Салфан. А потом решили заказать. И она жила. На заводе работала. Какой-то там завод такой. Механический. Силина Галина Ивановна. Она уже на пенсии пошла и заказала. Какой она узнала. Я говорю, ну полтора метра на метр. Такой примерно квадратный куб. Ну и высота такая же там. Метр примерно. И она пошла. Они не хотели ничего делать. Она такая боевая. Она настояла. Они сделали. Мы привезли. По Теряевке. Приехал по Теряевку Николай Пальгуев. Сварил. Ушки сделал. Привезли. Ну куда ставить-то не знаем. И вот растет тополь. Растет береза. Там где можно ставить. Стали ставить миллиметр в миллиметр. Да так же не бывает. Бывает. Подняли его когда. Там специально машина пришла. Кран. Кун называется у Игоря. И ставить. Вот только сущок мешал. Один его там взяли. Все. А теперь деревья-то растут. Готовы бак поднять. Точно вовремя. Еще бы год позже. Ничего бы не было. Вот как мы поехали. Поехали. Проехали до Дальнего Востока. Мы могли туда поехать. Нет. Сначала Владивосток поехали. И находка. А на следующий год там наводнение. А на следующий год мы едем вниз туда. Приезжаем там где Крым. Там наводнение такое было. Но наводнение уже прошло. Если бы год раньше. Оно бы нас там застало. Много людей погибло. Вот все вымерено. По Украине мы мотались по всем. На следующий год вот это самое. Начинается у них возня. Майдан. Мы предыдущий год захватили. Всю Украину прошли. Мои книги и в Книге, и в Книге, и в Киеве, и в парламентской библиотеке, центральной, украинской, и в Харькове, и Николаеве, и на Одессе, и везде. То есть в районные, в районные везде заезжали. Вот как Бог делает, путь человека направляет. Это миссия была. Настоящая миссия. Притом, все мы узнали. Как, в какой стране, где поехали. Ничего этого не... То есть все правильно, но на нас не срабатывало. Мы особой благодатью окруженной шли. Как нас встречали в мусульманских странах. Вообще не расскажешь даже. Турцию прошли с той стороны. Дальше. Я поясняю, что такие книги. Открытым оком. Это взято из 24 главы. То есть книга чисел. А это костер. Костер, яма глубокая. Яма не меньше полтора метра широкая. Какое-то тут строение когда-то было. Мы его нашли. И вот Никита Андреевич Колесников готовит под картошку, чтобы было где. А там дети сидят. И вокруг люди, дети. Один раз я смотрел, 120 человек сидело. На пятницу. Каждую пятницу, если хорошая погода. Дети идут по деревне, всех приглашают. Вот больше нельзя сделать там-то рисунки. Это у меня в уменьшенном виде, потому что. Так, если бы я их нашел, где они, так они у меня в архиве уже есть. Это крестный ход на крещение идет. Ну, там оно будет появляться. А это уже, вот это пирс. И по пирсу идут там батюшка, отец Аким, мой брат, сходят в воду. Вот когда это там будет, во свете Библии, петь-то, чтобы вы знали, что это такое. Это на крещение придут братья, а там дальше сестры идут. Вот, отовсюду люди приехали. И тут даже из Франции была, Иоанна. Вот это лагерь детский. Мое детище, 45 лет. Жили, коммунисты не могли разрушить. Но нас никто фактически-то не разрушил. Мы видим невозможность, потому что Роспотребнадзор, это спецорганизация. 110 тысяч человек брошены для того, чтобы уничтожать, не созидать. Запомните, уничтожать. И в Казельбургской области ни одного лагеря не осталось. Понятно, и всем форму дали, как военные погоны. Подчиняются или как слушают их суды, в их пользу решают. Полиции приезжают, подполковники. Ничего нельзя сделать. Полицию всю отдали им. Не полиция ими пользуется, а они полиция. Они едут в Роспотребнадзор, а полиция, рядом стоят офицеры. И все пузатые. Дальше. Вот что это означает? Здесь тоже наш детский лагерь. Дальше, видать, вот эта вышка для наблюдения. Вот здесь. Ну и мы с вами тут каждый раз мы на завтрак, на обед становимся, молимся. Это на костре были уже поздно. И снимает. Снимает здесь известный такой человек приезжал, крещение принимал из Томской епархии. Степаненко Максим. Вот он снимает. Самый приехал с аппаратом со своим. В конце молитвы мы поднимаем руки. Так молились все святые. Некоторые не знают. Так молился Моисей. Простирали руки. И говорят, без гнева и сомнения, что поднимали руки. Видите, как ночное время, уже в темноте, снимок, как он какое-то место занял. Прощание мытой России, а заглавили его. Ну не знаю, я объяснил, что это означает. А это моя фотография 23 года, когда я вернулся из армии. В это время я учился в высшем мореходном училище, Рижском. И в этом году, 23 года, я веровал уже по Евангелию. Что Бог есть от грехов, там, ад. Это я все знал. Не знал, что за меня умер Христос. Вот это тот момент, когда я пришел к Господу. Жалею. 23 года прошли мои без веры по Евангелию. Хотя знал, что Бог есть и проще. Лез куда не надо. Пионеры комсомольцы нет. А воевать мы постоим за Родину. Присягу принимал. Служил. Вот я смотрю, как Родионов Евгений. Где их взяли? Прям живьем взяли, не видели. Меня бы, думаю, не взяли они. Четыре человека было. Еще днем я бы их рассредоточил в разных местах. Вскрыл. Мы бы им, вообще, чеченцам зубы-то прочистили. А они сидели, травили, говорят. Байки там разные. Я знаю, про кого и про чего. Ну, это у нас какой-то праздник на Пасху или как. Снимает здесь Андрей Устинов. А тут все снимают. А это Терентий, Варабаш, старший сын. Он закончил технический университет. Теперь с отцом работает. Вот это. Готовятся, как крещение. Сейчас будут в воду заходить. Последние молитвы батюшка считает. А это после уже крещения. Вот все вместе решили сфотографироваться. Сфотографироваться. Вот здесь. Вот у всех, кто себя увидит. И вот из Катеринбурга Галендухин Владимир. Очень хороший учитель. Здесь Андрусенко. Александр Марьясов здесь стоит. Вот здесь видно Максим Степаненко. Ну вот здесь. Ну все-все. Сестры. Дальше. Это я в одной из библиотек. Какой сказать не могу. Потому что это 600 библиотек. Где бы я их запомнил. А библиотек-то посетили больше. 600 это, которые явно документы на руках. Что они будут хранить книги, давать людям. Вот я показываю, как молились раньше до Никона. Вот так. А после Никона так. А какое правильно. И то, и другое неправильно. Я называю его элемент ереси. При таком и при таком. Почему? Крест этой вещественной. На вещественном кресте божество не страдало, говорит Ян Златоуст. Страдал только человек. Человек страдал. А человек... А зачем тогда пока... Два естества Божия. Это Троица. На кресте Троица не распиналась. Распинался человек. А как правильно? Как католики. Пять. Четыре раны на руках, ногах и в боку. Католики правее нас. Открыть надо ей. Да она зайдет. Она была уже там. Дальше смотри. Пояснее. Это детский лагерь. Тут люди кормят. Это Галина Александровна Загуляева. Это Валентина Стартисон из Германии. Ну и наша старшая сестра. Должность такая. Татьяна Кузьминиша Капустин. Это столы. Видите у нас как здесь все. Закрывается. Ну к этому не имела претензий Роспотребнадзор. А это вот причащается. Приняла крещение Тинникова. Она хакасская. Очень хорошая девушка. Закончила в этом году она институт. Сейчас она в Москве. На этой неделе мы ее встречаем. Она попросилась быть членом нашей крестовоздиженской общины. У нас запрещено звать и приглашать. Запрещено. Вот найдите еще одну общину такую за 2000 лет. Условия совершенно необыкновенные. Запрещается звать. А как? Она хочет попроситься. Мы можем подсказать. Если хочешь у нас побыть, ты должна попроситься. Дальше. Это я нахожусь в Баку, Азербайджан. А кто знает, что за машина? Это наша «Газель», купленная для благовестия. Это ураган. Это с нами пес ездил, кобель. Ему где-то уже было 4,5-5 лет. Это мы в Баку. Остановились. Это Самира Тагеева. Жена Мулы. Мы в них ночевали. Прекраснейшая женщина. Я не знаю, мусульман может не разрешается хвалить, но ее нельзя не хвалить. И восторгу ее не было конца. Она идет и все. Мой учитель ко мне приехал. Мой наставник. Это отец мой приехал. Представьте себе, мусульманка. Вот как Бог открывает истину. А то кто-то там лжеправославный, лжемиссионер. Ваше миссионерство – это только где-то унижать кого-то. Железобетонные души ваши забетонировали их. Видят плачущую женщину и осуждают. Горе другого должно стать твоим горем. А мы с ней тут беседуем на улице. А тут сюда ближе – это у них входить в квартиру. А это наша старейшая жительница Серафима Гавриловна Плотникова. Вышли из храма. Вон видно крест вверху. И она беседует с самыми маленькими молодежью. Рассказывает им, как себя беречь. Как молиться надо. Она молится все время. Молитвенница наша. Просворы пищет. Вот посмотри на нее. Дальше она беседует с детьми. Вот это Исааки, наверное, да? Нет? А это этот Нестор. Ну а это приехал Яша. Яша из Каннской или где-то от Красноярского края. И она их маленьких на все поясах, как одеты. Козырьки назад даже на улице. Все трое. И Серафима Гавриловна говорили. Она никогда не дает разрешения, чтобы ее снимали. Я только поговорил, она сразу вышла, снимать стали. Да какие же вы тогда есть-то? Она не желает. Я поговорил, она желает. Вы же из храма только что, зазомбировал ее? Понимаете, вот люди, которые покинутые Богом, не в свободе, они по своей мерке меруют. Вот крещение идет. Здесь, это крестится как раз Степаненко Максим. Вот он приехал, тогда он был еще, наверное, председателем отдела миссионерского. Это нельзя отделы создавать, это обман, конечно. Ну а наверху это кто стоит? Никита? Никита. Никита Устинов. Видите, он тоже посвящен в это. Батюшка в воде и три полных погружения. Это в этом ролике будут встречаться картинки эти, фото. Вы должны знать, что такое. Но это мы с батюшкой стоим. Он выше меня ростом, на пять лет моложе. Вот мы стоим прямо около храма. Ждем гостей. А это у нас, интересно, три чтеса и три Игоря. Все Игори. Вот этот Игорь Владимирович Третьяков, Игорь Александрович Барабаш, и тоже Игорь Владимирович Дебунов, Игорь Валентинович Глушков. И вот чтобы вот такой снимок сделать, а их сделано много, я должен был их собрать. Из них двое, вот этих два Игоря живут в Потеряевке, а двое здесь. Это в тайге бывает от этого разъезда. Надо собрать было в одно время, и чтобы форма была при них, и чтобы сфотографировать. Я их собирал, собирал, кое-как собрал в течение лета. И они сфотографировались. Итак, три Игоря Чтеса. Четыре. 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 Ну, вот, а это лес там, горы. Один купил и без разрешения наклеил. Я ему выговорил, тогда надо украсить. Ну, и у нас тут была у Нагаева Ольга, вот она, Викторовна, она написала места, возложивающим их горам, откуда помощь моя. Ну, и так дальше. Еще больше нету, что ли? Неужели все прошло? Так, вот этого не было. Вот это вот откуда началось. Это после крещения. Вот у нас тут был один, как его фамилия, я его не знаю, Борисом звать. Хороший мужчина был. Ну, и он ходит в патриархию. Это издалека приезжали люди. Это Галин Духин. Один это тут в милиции служил, чуть ли не в спецназе. А этот вот поздравляет со святами сестер. Дальше. Это к нам приехал митрополит Сергий, патриарший, служит вместе. Это мой брат и отец Аким. Ну, а тут архимандрит, это игумен Филарет, священники. Вот видите как. Это Потеряевский храм. Я знаю, что им всем нравится у нас бывать. Вот. Ну, а это общий снимок был сделан. Вот посередке, конечно, митрополит. Тут батюшка. Вот и красные рубахи я сижу. Ну, а это их приехали певцы. Наши люди тут, семинаристы. Тоже в нашем храме. А вот икона. А над иконой вверху гнездышко. Эти ласточки свили. Два гнезда. А теперь три гнезда. Во время службы летают, щебечут. Ну, а это три книги мои. Новый Завет. Показываю его. И на песне Игнатий Латкин, православный проповедник. Это не я писал. Это писал кто фотографировал. Волобоев Александр Павлович. А это вот я в Грузии. Только приехал в литургия. А это еврей. Наум Израилевич. Борщуков. Он меня сразу в алтарь. И тут же выставил. И я перед народом говорю. А это перевозчица стоит. Каждое слово по-грузински. Она говорит. Служба-то на грузинском идет. А это был там один. Я не знаю кто он. Дьякон. Или что сейчас он стал священником. Фамилию я его не знаю. Георгий вроде бы. Хороший такой. Вот. А это вот как раз ласточина и гнездо. Видите. Крещение. Господне. И гнездо. Вот интересно. Гнездо в начале. У нас крещение началось. А у ласточки уже выводят. И у нас в этот день они начали лепить гнездо. У нас крещение. Они лепят гнездо. Прямо на иконе. Это и картоночку батюшка подставил. Чтобы от ласточат на пол ничего не падало. И они вот слепили. Буквально несколько дней они готовы делать. Сели парить и выявили. Они ласточаты видать. А вот это вот размазано. Это она летит на ходу. Это ласточка. Вот внизу крылышки ее. Вот что есть здесь. Ну а это был я в доме у Загуляевых. Это Ливия играет. Ну что там. Пианино наверное. Там на фортепиано. Я посмотрел у нее грамот. Тогда было 96 кажется грамот. Сейчас наверное уже 100. Первые места все занимает. Она классику всякую играет. Талантливая. Ну вот сидит там ребятишки. Их. Это Володя Пащенко. Владимир Александрович снимает. Это Дмуха Константин. Саша Дмуха. Который там выступал. Это его родной брат. Шли наши общины. Ну вот у них сидят они здесь. Я тут где-то тоже рядом фотографировал. А Володя на видеоролик снимает. Один играет на гитаре Тараси. Вторая девочка играет на скрипке кажется. Ну да. Да. На разных инструментах играет. Вот. А это вот крещение. Из Франции приехала исправник Иоанна. По-французски Жанна. А вот тут рядом следующее еще будет. Если не ошибаюсь. Светлана Фатина Андрусенко. А это Валентина Стартисон из Германии тоже приехала. Нет. По маленьку потеряю. Это Жолнирова. Жолнирова? Да. А вон как. Жолнирова. А не на Александру. Я не вижу. Прости, пожалуйста. Ну а это Галя, Галина Александровна Загуляев со своими ребятишками. Это вот самая Ливия, которая там играет. Коса большая у нее тут. А это Тараси. А это Леонида и Агния. Видите как. Ну а это я был в Нью-Йорке в 92-м году. Метрополит Виталий был. А стихлетарь Синода был. Епископ Иларион Капрал. Теперь он как раз первоиерарх. Первый иерарх. Капрал. Метрополит. И они недавно тут были. Встретились. Два митрополита. И отец Аким с ними был. Он вас там не признает. Но глупости всякие. Вот здесь у меня икона такая есть. Метрополит. Может быть сейчас гляну, найду. Ну же, я не думал показывать-то. Трога. Ну нет. Может быть даже и не здесь. Хотя можно было бы показать, что тут есть. А ну-ка я быстренько прогоню фотографии. Это голубь тут просится. Дальше. Библия. Это баран один ушел и три года не появлялся. Его волки не могли прокусить. Вот как он зарос. Это моя белая кошечка сидит. И вот один тут и говорит. В храм заходит хамовитого вида молодой человек. Подходит к священнику. Бьет его по щеке. И хитно лубаяц говорит. А что вообще? Сказано ведь. Ударили в правую щеку под сапи левую. Батюшка, бывший мастер спорта по боксу. Хуком слева отправляет наглеца в дальний угол храма и кротко отвечает. Кротко отвечает. Согласно так же. Сказано так же. Какое мера и мерить, такое и вам будет отмерено. Испуганные прихожане спрашивают. А что там происходит? А дьякон отвечает. Евангелие толкуют. Видите как? Евангелие толкуют. Голуби любуются. В Мандельштамх, Библия, священники стоят. Отец, наверное, Олег Синя. Вот, нашли. Вот, пожалуйста. Вот это митрополит Сергий Иванников, который сейчас, в данный момент, патриархийный здесь. А это зарубежная церковь. Вот когда он бывает у нас, он поминает сначала патриарха на богослужении, потом первая иерарха русской зарубежной церкви. Он же знает прекрасно, зачем он поминал. Он ни в одном храме не поминает, только в одном у нас. Потом его поминает дьякон. И теперь еще там славгородский епископ, кажется, Всеволод. Его поминают. Поняще, фамилия. А это какая-то женщина без платка, к архиереям. Не знаю. Вот, ну и человек какой-то стоит. Видите, это у меня где есть, какие фотографии здесь. Что-то такое, не знаю. А это вот у нас там у матушки и сестра, она даун, болезнь даун. Она косырева воля, болезнь дауна. Гнат, ты мой отец. И был угумен с Берсеневки, отец Кирилл Сахаров. Это настолько было трогательно, хотелось заснять все это. Ну, вот так. Видите, что какие. Я беру тут особое, это если я не ошибаюсь, это лист пустынный был. У Гитлера генерал такой. А это вот интересно, туннели, туннели через горы. Едешь когда в этой, ну там в Швейцарь, вот мы ездили где. А это Ленин стоит на сходке, голову Трампа ему приделали, и он выступает в России. Россия покорена им. Вот видите как. А это где, получили только что книги мои, две сестры. И вот они вышли здесь. Вот. Это тоже одна, очень хорошая, Юлия Долгнева. Вот. И она пишет. Ну вот раньше, вот на машине кто ездит, говорит, сжигает деньги, прибавляет жир. А кто на велосипеде, сжигает жир и экономит деньги. Ну я, конечно, вот за этим. Всегда у меня велосипед есть. Но это кто? Валентин Гав, то что говорит, это душа, надо считать это. Я люблю птицы, вот. И вот, вот. По Талмуду. Это тоже на днях получил, только книги наши заплатил. А это вот на рыбаки, на пирсе. И кошек сколько? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать кошек. Это вообще картина. Сидят, ждут. Что им будет? Она оттуда не лезет. Вот такие снимки интересные люди могут снимать. А это прыгает лиса, чтобы мышку взять, она сверху. Глядит и корректировку проводит. И сразу падает и ловит. Но это во время Милорадовича, кажется, который застрелили декабристы. Вот. А это мост такой, в Китае, на такой высоте километровый, вот по такой идти. Смотри, даже и то страшно. Ну а то что? Сравнивают. Вот сидит мусульманка, как одета, и эта разлохмаченная. И как грудь у нее. Ну, посмотрите. Тут ничего не надо. Коран и Библию. Коран о Библии и христианстве. Вот она показывает ей. Эта сидит, что она может сказать? Если вечной жизни никакой нету, то ясное дело, что мусульмане выиграют по всем статьям. Как она одета-то? Ну, ну, ну что ж, не видно тут. Красота. Как невеста Христова. Почему Дмитрий Смирнов, священник, и говорит, мусульмане ближе ко Христу, чем наших. Не добавляйте, что такими бесчувственными ты их сделал. А это... То есть ко мне тут разное делает. Петух приспособился, на ходу лих идет и думает. Вот так мы когда топорщимся до святого-то. Украина в АС идет. Петух идет. Главный за ним все курицы переводит. Вождь. Ох, какой идет. Коса несет. Почему вы не спасали жену, когда тонула? Да откуда я знал, что она тонет? Орала, как обычно. Мужик-то стоит, и брюхо у него на голе. А это скворец какой-то прибалтийский. Даже не верится. Просто комок, взрыв, говорит, на макаронной фабрике. А вот слепой идет, собака ведет. Собака ведет нормально, и палочки нет. А дальше-то перед ним что? Идут ремонтные работы. Вчера-то не было. И что дальше с ним будет-то? Нельзя доверяться. Обязательно переди должна быть палочка. Доверяться никому нельзя. Оба упадут в яму. А он ее за собой, собаку дернет. Ну, это, кажется, внук Павла. Тоже масон, наверное, был. Это эти сестры. Видите, я попутно показал еще кое-что. Это к тому, какие будут идти фотографии, и даю на них краткотолкование. И когда будете смотреть этот ролик, я на него ссылку сделаю, прям сегодня же, и тогда понятно будет, о чем составлен ролик. Это входной ролик на наш ютуб, ну да, ютуб, на видеоканал. Все.